Тили-ти-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли. Ты видела после вчерашних вопросов и ответов, сколько пришло обратной связи. Ну, во-первых, после погружения какая обратная связь пришла, как моментально материализовываться начало. У меня просто был шок, на самом деле, когда мне особенно про эти отмену ковидных ограничений написали в Китае и так далее. Я, честно говоря, думала, что это трэш идёт какой-то. А смотри, вот работа, вот результат. И увидела сегодня утром, специально компьютер взяла на руки, Алексей написал, тот парень, с которым ты вчера прямо в процессе работала. Он написал, огромное спасибо за ответ. Про меня все правильно, не ожидал. Было больно, но все так и есть. В жизни я очень угрюмый товарищ. Не знаю, как еще жена, сын и близкие это терпят. Есть проблески, но очень короткие. Много лени. Еще никак не решусь выбрать конкретное направление, куда идти. Боюсь потратить время зря. А это про него подсознание говорило, что он скучный и теряет время зря. По-моему, отвернувшись стояла. Что с ним неинтересно. Что с ним неинтересно точно подсознание. И видишь, какое дело человек... Вот благодаря ответу на вопрос человек задумался. И у него сейчас есть, и даже благодаря этому подкасту, отличная возможность осознать благодарность своим близким. Да, он угрюмый человек. Да, рядом с ним сложно. Но возле него есть жена, есть ребенок, есть родители. Они же не отвернулись от него, не бросили его. Смотри, вот благодаря ответу из подсознания, ну, от подсознания, да, человека на самом деле, он вдруг услышал, почувствовал себя. Да, искренне. То есть конкретно услышал себя, и смотри, он признал себя таким. Признал. Признал. И видишь, что это дает? Это дает возможность сделать следующий шаг. Выйти в благодарность. Я действительно вот так, и теперь есть возможность. И через это выход в благодарность к жене, к ребенку, к родителям, ко всем. Смотри, вот одно дело, когда ты угрюмый приходишь к жене, ложишься в кровать, и там случился сын. Это одна тема. Такая, ну, колхозно-бытовая, к которой привыкли жить люди, там, 99% человечества. А есть другая тема, когда человек осознает благодарность женщине, которая не отвернулась от него, которая находится рядом, и почувствует, вот после этой благодарности следующий шаг почувствовать искреннюю любовь, открытость, вот эту искреннюю чистоту в отношениях. И тогда и секс другой, и отношения другие, и вот эта чистота, она вливается в семью. И это совсем другие отношения. Это не вот эта бытовуха, которую ты мне должен, я тебе должна. Это кайф, потому что я раскрываюсь, я свечу, и в ответ получаю такое же тепло, свет и так далее. Это то, о чем мы все время талдычим в инфодайвинге, потому что когда человек просыпается, он уже не может жить, вот он на-на-на-на-на. Ему надо светить, ему надо давать. Да, он уже не может. Он не может вернуться в старое, засыпание. И вот этот момент перехода, когда человек после обычного стрима, вопрос-ответ, есть возможность сейчас это осознать, сделать шаг вот в эту любовь, изменить свою жизнь. Вообще легко сейчас можно сделать. И тогда подсознание к нему развернется, и интересно будет играть, и пошел вот этот коннект, и человек счастлив. И человек счастливый, и жизнь другая, и счастье наполняет каждый день, каждый момент здесь и сейчас. А сколько людей просто зря профукивают время в постоянном недовольстве. Да, вот я тоже об этом, да. Ну смотри, это недовольство, оно же на чем рождается? Меня вообще цепляет фраза «По вере вашей, и да будет вам». И человек воспринимает, смотри, какая подмена идет крутая, человек воспринимает, я буду верить в это, я буду верить, что я буду иметь там машину, любимого человека, я буду верить, и я буду это иметь. Нет. Когда я верю, я создаю дуальность. Я выношу не я, я выношу из себя. Я выношу свою силу, самую большую силу. Я выношу из себя силу, которая говорит, я этого не имею, и мое подсознание говорит, играем в игру не имея. Все. Будет исполнено. Будет исполнено, потому что ты вынес Бога, ты вынес силу, и тогда смотри, что делает религия. Вообще она просто на корню вырезает у человека возможность создавать и проявлять осознанно. И тогда что-то порождается? Лень. Лень, и тогда, если уже вынесена сила, то надо в нее играть, а как с силой играют? Война, конфликты, претензии, ты мне должен, месть, напряжение, да, это все уже идет, потому что ты вынес свою силовую часть, ты вынес Бога из себя, ты вынес ответственность, ты вынес создателя, и тогда разворачиваются тупые игры. Ты мне должен, и весь мир тебе должен. и вот просто задуматься, какой вред вот этим нанесен обществу, сознанию людей, это просто невероятный вред. И потом поговорим, тогда вот тебе причина конфликтов, восстаний, войн, дебоши и так далее. Вот оно. Это первооснова. Это первооснова. Потому что человек не понимает, что, но в нем недовольство, и он не понимает откуда, и что ветер дует откуда. А на недовольстве разрушается физическое тело. Я недоволен в своей жизни. Ты попал в рай. Ты родился в самой крутой игрушке, которую вообще можно придумать. И ты недоволен тем, что ты имеешь. Ну и подсознание недоволен. Играем. Играем. А недоволен. Уничтожение тела. Да. Идет разрушение за счет этого тела. И тогда я схожу к врачу, вынесу ответственность на врача. Кстати, вчерашнее погружение, мы говорили, в 23-м году будет развенчание медицины, и будут развенчания фармакологии. Будет много случаев, которые будут говорить об ошибках. Сегодня в новостях где-то умерло 18 детей от медпрепарата антивирусного индийского. Ошибка. И я сегодня так смотрю, думаю, ни хрена себе. Вот оно. Пошло развенчание. Потому что на самом деле подходы медицины изначально неправильные. То есть человек вынес ответственность на врача и говорит, я пришел к тебе, ты меня обязан вылечить. Врач дает таблетку и говорит, я вылечу. И человек вынес ответственность за свое тело на другого человека. Вообще, это не мое тело, делай с ним что хочешь. А я сожру любую химию, любую дрянь. Отравлюсь как хочу. Как ты хочешь даже, а не как я хочу. Отрави меня. Отрави меня. Да. И человек приходит так в медицину. А на самом деле, это же твое тело. И ты за него выносишь ответственность. Ты его не ценишь вообще. И ты, получается, даже не задумываешься. И врач тебе не помогает задуматься, зачем тебе пришла эта болезнь. Что тебе надо изменить в себе. Где взять ответственность за свою жизнь. Где по-другому начать реагировать. Что изменить. Чего хочет подсознание тебе показать через твою болезнь. То есть, получается, проблема подсознания таблеткой не решается. Это самый великий обман. Не решается изначально. Это невозможно. Таблеткой или экстренной медициной можно отложить во времени. Создать еще один карман на игру. На игру. Лекарство, отравление. Проблемы еще добавятся. К создоровьем. Да. Ну, то есть, отложить. Но это не решает проблему подсознания. Все равно человека надо разворачивать к себе и говорить. Верни ответственность. И посмотри, где ты поступаешь. Грязно. Нечисто. Ты неискоренен. Ты безответственен. И так далее. Ты вынес ответственность на третьих лиц. И ты получаешь игру в то, что это тело не твое. И с твоим телом, кто хочет, тот так и поступает. И чем ты тогда недоволен? Это же твоя игра. Поэтому вот эти вещи, когда начинаешь осознавать и видеть. А сейчас вообще скелеты со шкафов падают и падают. По всем статьям падают вообще. Я просто смотрю на это, думаю, нифига себе, как вовремя в жизнь людей приходит инфодайминг. Это реально единственная возможность протянуть руку человеку и сказать, пошли в другую жизнь. Пошли в тот момент, где ты проснешься и возьмешь ответственность за себя. И таким образом ты будешь ценить свое тело. Ты будешь ценить свою жизнь. Ты будешь ценить отношения. Ты будешь ценить близких. Ты будешь ценить свою реализацию, интерес, проявление. Ты будешь светить. Ты в себе откроешь солнце. Да. И это единственный вариант на то, чтобы прожить жизнь здоровым и счастливым. Вспомнить, что ты создатель своей жизни. И приятно получать письма вот по последним нашим курсам, когда люди пишут. Огромная благодарность всей вашей команде за серию однодневных курсов и практикум. Очень интересное глубинное погружение. Непростое восприятие для меня. На ненависти был интересный момент. Перед червями меня выключило на 1-2 минуты. Причем я не заснул. А как будто внимание переключилось. На подоснове старости то же самое, как только дошли до мумии. Заметил эффект по омоложению. Кожа лица. Это, кстати, мужчина. Кожа лица стала более гладкой. Это ощущается, как умываешься. И еще вместе с жесткой щетилой стали интенсивно расти мягкие волосики, как юношеский пушок. Получается управлять погодой. Причем без загрузок. Просто внутри возникает мысль «Хочу другую погоду». В течение суток погода меняется на то, что хочу. Вез вечером дочь, и она смотрит прогноз минус 11 и говорит, что ей неохота утром идти в школу по такому морозу. Я говорю, давай сделаем так, что прогноз ошибочный. Ты идешь утром, а температура минус 5. В результате утром было минус 6. Вот и держать курс вот дальше. То есть не то, что разово, и забыл потом человек, втянулся в жизнь. А вот так, вот оно. Держишь внимание, и идет создание. Идет создание, да. Но видишь, это классно. Это тот мужчина, он проснулся, и он конкретно идет в жизнь. Почему не позволит себе? Вот именно вот все, что мне очень понравилось, как он написал, с погодой тоже. Почему не позволит себе? Да, да. Моя жизнь. Почему я должен спрашивать, получается, можно это делать или нет? Хочу. Им интересно. Все, и подсознание, оно будет играть, играть, играть. С удовольствием. Вчера, когда снег начал валить. Да. Хочу плюс. Не хочу я этого снега. Сегодня все течет. На самом деле, вот эти вот моменты, они классные, когда ты это чувствуешь и проживаешь, и потом кайфуешь, ты понимаешь, что в твое сознание раз и поучаствовало в то, что тебе надо, что ты хотел. Да, да, да. Я осознаю, что материя, она не может без сознания, она мертвая без сознания. Она мертвая без сознания. И смотри, какая штука материя, она в любом случае будет цепляться за сознание. То есть захватывать и удерживать сознание. И не важно. Ну, видишь, материя, она тупа. И не важно. Это захват сознания, то есть захват внимания, с какой, со стороны счастья удерживается или со стороны, ну, несчастья или там что-нибудь. Лишь бы схватить это сознание и удерживать. Но сознание все равно в любом случае оно выйдет, покинет материю. Почему? Потому что сознание первично, сознание создает материю. Я просто, к чему это? Ну, у меня сегодня так, свои такие размышления, и вот я просто осознаю внимание, насколько материя захватывает внимание. когда близкие люди, просто если, ну, то есть, знаешь, как, если не в интересе внимания, значит, я все равно захвачу твое внимание каким-нибудь таким неприятным чем-нибудь. По-любому, да. Да, и вот я я нахожусь в переваривании вот этого и осознаю, насколько насколько материя будет будет удерживать, пытаться удерживать сознание, а сознание, оно же свободно всегда, оно покинет материю. Слушай, наш последний курс, он сумасшедший, но при этом как он изменил жизнь. И мне сегодня еще написали по поводу, какие перемены произошли после последнего курса. говорят, просто, просто бомбит жизнь, просто вообще переворачивается на 180 градусов жизнь. И это правда. Бог, ну, а как не будет переворачиваться? Вот ты спал, и тут ты вот раз проснулся и увидел другую реальность. И ты говоришь, так я в реальности могу сделать это, 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 это легко, и ты видишь, как это сделать. И оно легко, но тут же все проявляется, твое сознание тут же все это создает, и ты ловишь кайф от этого. И это естественно, это нормально, но тут же идут перемены. И вот этот последний курс, он вообще перевернул сознание, полностью перевернул. И ты знаешь, я все больше осознаю одну штуку. Очень хорошо, что все наши последние курсы идут в закрытом формате. Они не могут идти в открытом. То есть, человек прослушал, те, кто участвовал, даже вот закрытые чаты уже есть, сегодня набрали уже группу, наверное, видела тебя, тоже уже добавили. Вот. Для чего? Для того, чтобы могли обсуждать вещи личные, которые касаются только тех, кто прожил вот именно данную конкретную программу. А дальше, а дальше ты свободен. Ты идешь своим путем, в своей жизни, и ты строишь свою жизнь и создание. У тебя твоя реальность. И наши реальности, возможно, никогда не пересекутся. То есть, ты свободен, и мы тебе благодарны, что ты был в нашей жизни, и ты благодарен нам, что мы помогли тебе выйти из той жизни, которая тебя не устраивала. То есть, это такие моменты, они очень, ну, очень личные. А вот эти большие обучающие программы, которые остаются в записи, человек может их пройти в записи, они остались открытыми. Все, что более сложное. И ты знаешь, у меня почему-то, знаешь, момент, как он вспоминается, Баба Яга, ну, во-первых, Иван Царевич дошел до Баба Яги каким-то образом сам, потом Баба Яга дала клубочек, и он там катился, 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 но он же не закосился в замок еще бессмертного. Он же потерялся где-то там на пути. Вот, и есть отрывок, отрезок, который человек должен пройти сам. Вот этот отрезок, либо мы сейчас помогаем людям пройти, потому что мы сами его проходим, либо человек будет идти сам. Потому что программы, вот последние, которые остаются в закрытом доступе, они крайне сложные. Они сложные к восприятию. И чем быстрее человек осознает вот эту возможность принять в них участие, тем лучше для самого человека. Потом просто будут втихаря говорить, что да, это было, и была возможность, но она была упущена. В принципе, люди, как правило, упускают возможности. Сколько людей, когда мы на консультациях смотрим и говорим, слушайте, вы столько возможностей имели, ни одной не воспользовались. Но это факт, так люди живут. А это лень. Лень что-то иметь. Да, лень, ну это вот вынос неверия себе, неверия себя. Кстати, под это дело у меня есть предложение еще, тоже сегодня осознавала по поводу бутерброда. Там есть очень интересная тема, она вообще интересная. Я не буду пока ее говорить на камеру, но я сегодня ее когда зацепила, я была в шоке. Мы так рядом ходили, мы так близко ходили, но мы этому не уделили внимания, а надо. Там очень глубокая тема раскрывается. на самом деле я сейчас осознаю, насколько глубинные вещи мы подняли и вынесли в открытый доступ для огромного количества людей, даже просто написав вот эти книги. Конечно. Еще не все. Тут не хватает книг. Иллюзионист будет десятой по счету. Если не считать книги по чату и четыре книги по чату, 14 книг за 4 года. 14. Ты прикинь? И каких книг? И каких книг? Глубочайших книг. Глубочайших. Можно назвать нас сумасшедшими? А знаешь, почему можно назвать сумасшедшими? Можно. Потому что мы рискнули. Мы рискнули и пошли в банк. Куда запрещено. Куда запрещено. Не ходи за самнамбулизм. Там можно сойти с ума. Там бесы, там дьявол. Там, там, там. Так смешно скажи. Ну, придурков, наверное, да. Смешно. Да не смешно. Это горько на самом деле. Это проинтеллектуальное развитие. С какой стороны смотреть. Но при этом пойми, когда вот даже про Вольфа Мессинга рассказывали. Ой, он там мох-мох. Ой, это нельзя ни в коем случае туда ходить. Это страшно. Запугали сами себя. И сами себя остались в глубоком, коматозном сне. Выноси ответственности, выноси Бога, выноси, выноси себя и отвернулись от себя. Не позволив. Не позволив себе. А на самом деле надо было повернуться и говорить, где, где, где там, что страшно, и идем туда. Где мой самый страшный Кто-то там во мне, да. Кто-то там такой там прыгает. Да. И разберусь-ка я с собой. И все. И жизнь заиграет другими красками. Но смотри, когда мы пошли вот в эти состояния, мы уже пошли из интереса и из прикола. И в этом наше счастье. Потому что, если бы мы пошли из власти, мы такие важные, мы вам всем докажем, что... Ничего. Незаро. А мы шли из интереса. Своего интереса. Интересы и развлекуха. Да. Как и вся наша жизнь. Развлекаемся, развлекаемся. Погнали. Это и есть знания. Ну вот. Это и есть знания. Это те состояния, которые обеспечивают доступ к информации. Иначе бы не было информации. Я понимаю, какие мы с тобой молодцы. Самые крутые лотерейные. Я сегодня мужу. Едем в лифте. Он там что-то бурчать на меня начал. Я поворачиваюсь и говорю, я самый твой крутой лотерейный билет в этой жизни. Счастливый. Говорит, когда это осознаешь в конце концов? Сам не понимаешь, какое счастье тебе выпало в этой жизни. Я тоже так говорю. Улыбка до ушей. Да, да, да. А мой говорит, почему ты так решила? Не осознает еще. Потому что я говорю, знаю. Не осознает еще. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok